Всем привет, меня зовут Илья и сегодня мы будем делать и испытывать двигатели высокой мощности для карамельных ракет. Вообще этот термин ракеты высокой мощности применяется в англоязычной среде, конкретно в США для сравнительно крупных ракет массой более 1,5 кг и или оснащенных двигателями с массой топлива более 125 грамм и или пиковой тягой более 160 Нс и или двигателей со средней тягой более 80 Нс. Для запуска таких ракет требуется получение специального сертификата, что в общем не сильно сложно и доступно любому желающему. Ну а уровень сертификата зависит от мощности двигателей. На практике же под эту классификацию в принципе попадают почти все карамельные двигатели. Для меня переход от условно-модельных двигателей к двигателям высокой мощности произошел при пересечении границы тяги в 7 кг. Это движки вроде ДКР-21-5200-PMX3D с тремя шашками и конечно 40-мм двигатели, которые были установлены в рыжей Sony со средней тягой в 11,5 кг. Тем не менее, несмотря на то, что движки мощные, они далеки от оптимальных. Не один раз мне высказывали о том, что их мощность и эффективность можно все-таки повысить. Да, можно, этим я и займусь. Для этого в двигатель с 21-мм шашками к трем шашкам я добавлю еще одну, четвертую шашку. Но для безопасности увеличу критику сопла с 5 до 7 мм. Получив данные со стенда, переведем их в систему СИД. Для этого перемножим килограммы на ускорение свободного падения и получим тягу в ньютонах. Сразу строим график. Из графика находим пик. Этот пик это максимальная тяга. И здесь я должен оговориться, что в своих видео, как правило, под тягой я подразумеваю именно максимальную тягу, хотя это не совсем корректно. Потому что максимальная тяга может быть чуть больше, чем средняя тяга двигателя. Но условно большинство двигателей работают в районе одной секунды у меня. Кроме того, двигатели близки к максимально хорошим, к идеальным. Поэтому профиль тяги похож на полочку. И примерно максимальная тяга всегда более-менее близка к средней тяге. Поэтому можно этим пренебречь. Но максимальная тяга это, наверное, не главная характеристика двигателя. Гораздо важнее комбинация времени работы двигателя и тяги за промежуток времени. Собственно, отмечаем время начала работы двигателя и время конца работы двигателя. И посчитав площадь под графиком от начала до конца, мы можем найти важнейшую характеристику твердотопливанного двигателя. Это полный импульс. Для того, чтобы найти полный импульс, нужно взять интеграл тяги по времени. Для того, чтобы посчитать интеграл, можно воспользоваться, например, посчитав квадратики под графиком, посчитав методом трапеции. Так или иначе, полный импульс выражает то количество приложенной к ракете силы, которую выдал двигатель. Собственно, как сильно он эту ракету толкает вверх. Я свои движки стараюсь делать с максимальным значением именно этого параметра. Часто я даже специально немножечко растягиваю по времени импульс для того, чтобы полет был более плавный и, соответственно, более зрелищный. Но опытные ракетчики считают другую характеристику более важной. Это то, насколько эффективно двигатель сжигает топливо для получения тяги. Собственно, эта характеристика называется удельный импульс и высчитывается как отношение полного импульса к массе сжигаемого топлива. Именно повышением удельного импульса мы сегодня и будем заниматься. Прежде чем перейти к практике повышения удельного импульса, я хочу упомянуть еще два параметра, которые можно посчитать. Это дельта-Ви. Это интеграл по времени отношения импульса к массе ракеты. И оно показывает, сколько, собственно, мы массы тянем вверх и насколько это эффективно делаем. Соответственно, здесь речь идет о том, сколько нам приходится с собой тянуть топливо, сколько мы тратим на это импульс. И, как правило, выгоднее как раз-таки достичь максимума импульса, максимума тяги уже на старте и тащить, как правило, но особенно в модельных движках, минимум топлива в начале движения ракеты. Но есть обратная сторона. То есть это будет похоже на выстрел из пушки, а не на плавный подъем ракеты. Вторая характеристика – это коэффициент совершенства двигателя. Здесь все просто. Это отношение полной массы двигателя к массе топлива. Чем отношение меньше, чем оно ближе к единице, тем лучше. Потому что, соответственно, мы меньше лишней массы тянем с собой вверх, и тем, соответственно, большая часть приходится на топливо, а не на конструкционные материалы движка. Итак, для того, чтобы увеличить удельный импульс, можно, в принципе, заменить само топливо, которое будет более эффективно сгорать, ну или сгорать быстрее, например. Но этого мы делать не будем, потому что все-таки у нас карамельная ракета, поэтому пункт 2. Можно использовать профильные сопла. Это неплохой вариант. Я рассказывал в ролике «Пьяная ракета» об этом. Но здесь есть сложности в изготовлении сопла, хотя, в принципе, это могло бы повысить эффективность достаточно неплохо. Так, на процентов 20 почему бы и нет. Третий вариант – это оптимизация горения. Собственно, как мы эффективно сжигаем за промежуток времени наши шашки. Но это вопрос о геометрии, о всяких ухищрениях, как мы зажигаем шашки. Но, как правило, здесь игра с формой канала, с профилем горения и с одновременным поджигом всех шашек через вторичный воспламеняющий состав. Я об этом рассказывал. Ну и, наконец, четвертый вариант – это повысить рабочее давление. А именно, для того, чтобы повысить рабочее давление, можно либо заузить критику сопла, либо увеличить длину двигателя. Но, прежде чем уменьшить критику и перейти к испытаниям, я скажу вот что. Уменьшение критики и повышение давления рабочего двигателя, собственно, ведет к тому, что требуется повышенная прочность движка. Но, если этой прочности не будет, то ракеты будут взрываться. И тут мы подходим к серой зоне ракетостроения. Дело в том, что вся область любительского ракетостроения, в отличие от США, на постсоветском пространстве, особенно в Российской Федерации, очень плохо описана. Более того, попадает в серую зону из-за очень расплывчатых законов и формулировок. Да, двигатели взрываются, но, по сути, взрыв двигателя – это разрушение целостности из-за повышения давления. Внутри образуется повышенное давление газа, и если его не компенсировать прочностью корпуса двигателя, произойдет его разрушение. Этот процесс аналогичен с тепловыми взрывами котлов, паровозов, где перегретый пар разрывает изнутри сталь. Да, по сути, взрыв на Чернобыльской АЭС тоже относится к такому типу взрывов. Не атомному, хотя до сих пор находятся оригиналы, которые считают Чернобыль атомным взрывом. Да, разрушительный эффект от такого события может быть весьма серьезным. Но все-таки сравнивать разрушение котлов и двигателей с боевыми составами как-то немного неправильно, на мой взгляд. А то можно дойти до такого, что взрыв банки со сгущенкой будет вне закона. Но так или иначе, габариты энерговыделения двигателя модельной ракеты значительно отличаются от котлов, и это радует. И все-таки задача повышения мощности двигателя – это серьезный вызов прочности конструкции, особенно при необходимости условия сохранения минимальной массы корпуса. Поэтому на практике сложно увеличить удельный импульс до максимума, даже имея хорошее топливо, даже 120-140 секунд для сорбитовой карамели. Но поднять на секунд 5-10 от текущего удельного импульса возможно, строго соблюдая технологию изготовления. Итак, заузим критику обратно с 7 до 5 мм. Это поднимет максимальную тягу с 7 до 10 кг, а удельный импульс с 92 до 98 секунд теоретически испытываем. На практике тяга составила в пике 118 ньютонов, а полный импульс – 97 ньютон-секунд, удельный импульс – 95 секунд. Практические значения ниже теоретических, но близки к ним. Чтобы сравнение было корректным, я забыл упомянуть практические значения для движка с 7-мм критикой. Там полный импульс – 85 ньютон-секунд, а удельный – 85. Итого прирост 10 секунд. Ну неплохо. Что ж, теперь делаем движок еще раз. Устанавливаем в дрейк 4 и идем на поле «Проверять». Дрейк 4 без системы спасения. Разобьем, так разобьем. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Упс. Хоть и красиво, но неудача. Но ракета, как ни странно, осталась целой. В двигателе заднюю заглушку выбило. Вот вам и вся технология. Что ж, в дополнение к отверстиям распорума двигателя для эпоксидной заглушки добавляем еще 3 стальных прутка из толстой проволоки. Этакая импровизированная арматура получается, которая будет удерживать заглушку на месте. И вторая попытка тоже неудачная. На сей раз стабилизатор застрял в конструкции пусковой. Удивительно, но его не вырвало, хотя пусковую выдернуло из земли и протащило метра 2-3 по земле. Это видео я снимал до запусков бумажной ракеты, и это то самое место, где люфты в зацепах сыграли свою роль. Во время движения вверх по пусковой ракета чуть сместилась вбок, и этого хватило, чтобы закусить стабилизатор. Поэтому, как я рассказывал в бумажной ракете, чтобы избежать люфтов, новые зацепы я распечатывал на 3D принтере. Итак, третья попытка. Обратно отчет. 5, 4, 3, 2, 1, пуск! И это успех. Визуально ракета взлетела метров на 200 примерно. Субъективно это ниже, чем результату вдвое более легкой бумажной ракеты. Но все равно, добавление еще одной шашки в 25 грамм массы дало увеличение высоты полета почти вдвое. Но неплохо. Если вам понравилось это видео, если оно было немного полезным, то не забывайте оставлять лайки и оставлять комментарии. Ну а если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал и бейте в колкал, чтобы не пропустить новых видео. Для желающих мне помочь, в описании видео ссылка на донаты. Наперед скажу, что скорее всего далее я не буду развивать и скорее всего использовать формат двигателей с 21 мм шашками, как тупиковую ветвь для моих задач. Но тем не менее, наработки из этого видео, а именно удлинение двигателей, я конечно буду использовать в будущих проектах и более крупных движках. Не пропустите. С вами был Илья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok